здравствуйте друзья с вами канал просто училка и я елена владимировна сегодня помогаю готовиться четвероклассникам к всероссийской проверочной работе которая будет проводиться в 2024 году с марта по май разбираем задание номер пять здесь будут задачи на периметр и площадь традиционно эта тема вызывает очень большое неприятие не только в четвертых классах мы в последующих в пятых шестых седьмых восьмых в девятых мне нравится эта тема нашим школьникам хотя мне кажется что ничего проще и нагляднее быть не может давайте сначала посчитаем площадь площадь прямоугольника равна длина умножить на ширину в нашем случае длина 9 а ширина 4 следовательно 9 умножить на 4 по таблице умножения посмотрите если затрудняетесь это будет 36 чего сантиметров в квадрате а теперь разберемся с периметром периметр это давайте разбираться самого начала это сумма длин всех сторон той сторона b плюс сторона а плюс сторона b плюс сторона а давайте так и запишем я запишу а плюс а плюс б плюс б плюс б но так длинновато давайте сложим а а без бы а плюс а будет 2а б плюс б будет 2б вроде уже гораздо лучше но вот если совсем красиво делать то можно 2 поставить за скобку а внутри написать а плюс б вы спросите меня какой знак между числом и скобка я вам скажу умножение давайте воспользуемся сначала ручным способом таким кустарным а потом красиво формулу подставим давайте 9 плюс 4 плюс 9 плюс 4 9 плюс 4 будет 13 еще раз 9 плюс 4 опять будет 13 а 13 плюс 13 будет 26 посмотрим сработает ли это формуле и так периметр равен беру 2 и а плюс б делают 9 плюс 4 в скобках 9 плюс 4 равно 9 плюс 4 будет 13 2 умножить на 13 будет 26 но так как мы измеряли длину она не требует квадратных сантиметров напишем просто сантиметров вот и все друзья мы сделали обе задачи они оказались совершенно несложные и могут встретиться вам задание номер пять если у вас остались какие-то сложности по этой теме обязательно присылайте мне в комментариях номер из учебника автора учебника и ваш класс а я вам помогу